В Лужниках прошел Бал Сатаны. Митинг-концерт приуроченный к 23 февраля, Дня Защитника Отечества. Мы идем, как говорится, пропагандировать. Толпы людей собираются у Лужников. В Москве минус 13. Беспрецедентное число сотрудников ОМОН. На улицах столицы стоит много автозаков. Больше, чем во время оппозиционных митингов. Ну а в Лужниках проводят мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей. Подготовка к событию велась серьезная. Смотровую заранее огородили трехметровым забором. После чего там установили два военных грузовика. Над одним из них антенна. Неопознанный воздушный шар был замечен над митингом-концертом в Лужниках. В это время на Воробьевых горах напротив Лужников заметили установку ПВО. Я увидел, что будет бесплатная еда. Мужчина с тарелкой каши. Бесплатно для нас это честь. Заодно освободили от занятий в университете. Мне за это не заплатили. Но зато к зарплате что-то добавят, наверное. Сотрудник столичной префектуры. Расценки не изменились. Бюджетников отправляли добровольно, принудительно. Ну а кому повезло больше, за роль патриота обещали по 500 рублей. У всех весеннее настроение. За два дня до митинга организаторы для этого даже создали чат для координации. Все, что связано с тем, что происходит у нас в стране, мы находимся в самом центре. Мы педагоги, поэтому мы не можем остаться в стороне. Трибуны Лужников заполнены наполовину. Я, конечно, за мир. Я за мирное не буду с головой. Но я еще против фашистов. Против насилия. Против убийства. Я обожаю Путина Владимира Владимировича. Я обожаю... Ну, я не знаю, не то, что... Я поддерживаю его политику. Хотя для увеличения численности согнали студентов из Ярославля, Москвы, Подмосковья. Победа будет за нами! Ура! Массовка на Путинг выстроилась в очередь за бесплатной гречкой и сосисками. Спрос высокий. А что у вас? А я вот она. А что вы слушали? Вход в Лужники. Давка. Всех досконально проверяют по спискам. А после выдают ленточки. Ру. С массовки собирают селфи для отчетов. А фотографироваться, чтобы сделать из себя Рашин Патриота, действительно есть где. Эту войну потомки назовут великой. Фриколоры, Андреевские кресты и гербы СССР. И георгиевская лента в виде Z. Желаем нашим ребятам удачи в бою! На каждом кресле лежит флаг и плед. Под крышей – снайперы. Сам стадион никак не отапливается. И там очень холодно. Напомним, минус 13 на улице. Выносить пледы со стадиона запрещают волонтеры. Женщины прижимаются к батарее в туалете. Организаторы митинга предупредили, что после его начала двери стадиона закроют. И выйти из Лужников будет нельзя. Судя по всему, на такой шаг решили пойти после прошлогодней накладки на концерте годовщине аннексии Крыма. Тогда люди стали покидать стадион, еще не дождавшись речи Путина. На концерте был замечен и коллаборант Сальдо. Они верят в нашу непобедимость. Они верят в Россию. Коллаборант Луганска Пасечник тоже на месте. Для нас это очень важное историческое событие. Было вчера. Но и сегодня продолжение этого праздника. Начал это шоу скрипоносцев актер Машков. Читая с листочка речь под кардобалет в шинелях с ружьями. В начале 21 века мы опять противостоим Западу, защищая русский народ. И опять настойчиво напоминаем миру. Не воюйте с русскими. Машков читал стихи про Мариуполь, которые Россия полностью уничтожила. Напиши про любовь. Не пиши про печаль. Напиши, что я взял Мариуполь. Какой-то военный читал рэп собственного написания. Припев из военной песни «Катюша». Подпевал хор. Сынок проснись, в наш дом прошла война. Дмитрий Дюжев с Харатьяном пели песню Цоя, коверкая смысл его строк. Диджей Бала Сатаны не справился с музыкальным сопровождением и включил не ту фонограмму. Нелета, Клава Кока, Полина Гагарина так и не выступили. В заявленных объявлениях были озвучены эти артисты, но нет, их не было. В комментариях к трансляции творился хаос. Пригожинские боты проводили свой концерт-митинг, который не очень могли контролировать модераторы. Потом случился главный эпик фейл, который не все увидели. Дмитрий Дюжев, а почему вы уже обратно уходите? Все мероприятия и еда закончились. Люди замерзли и уходят массово всем. Гречку поели, можно и по домам. А ребята как в окопах мерзнут? Ребята в окопах, это их выбор. Каши нет, чая нет, хот-доги закончились, люди замерзшие, хотят есть. И, в общем, много недовольных было, кто уходил. А вот и сам эпик фейл. На сцену вывели детей, которых якобы спасли из Мариуполя. Во время освобождения Мариуполя этих ребят спас ангел. Ангел – это позывной военнослужащего из Челябинска. Отца семерых детей, Юрия Гагарина. Спас от мирной счастливой жизни в родном городе, убившего родных и близких. К сожалению, дети из Мариупольского драмтеатра отблагодарить дядю Юру не смогут. Юрий Леонидович Гагарин спас 367 детей в Мариуполе. Вот как это было. Мясника спасителя с детьми вывели на сцену. Дети затыкали уши. Юрий Леонидович, это те самые дети, которых вы спасли. А помните Аню Науменко? Она здесь сейчас хочет сказать важные слова. А Аня из Мариуполя, подлинность прописки девочки подтвердить пока никто не может, забыла текст. Я чуть-чуть позабыла. Аня не только забыла, но и перепутала текст. Спасти сотни тысяч детей. А почему не миллионы? Можешь подойти и окунять. Известный всем путиниц Газманов повторил подвиг главы подмосковного Дмитрова. Только тот фотошопил бренд на куртке, а Газманов подготовился и заклеил логотип Прада на пуховике изолентой. Странно, что не буквой «З» для полноты образа. Господа офицеры, про которых он пел, да и простые россияне не должны знать, что Газманов и Поначевный носят куртки ценой в 340 тысяч рублей. Объяснил недопевец это тем, что был вынужден заклеить бренд Прада, потому что на телевидении есть правило не рекламировать название фирм. И скрыл следы преступления, сняв куртку для отжимания прямо на сцене. Митинг-концерт завершили песни группы «Зверобой» с артистами Тодеса. На подтанцовке пели они про военные лаборатории, в которых расплодили дрянь и про чуму, которую повелел сбросить мировой ракетир. Путин таки приехал в Лужники на митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» в воротнике из шиншиллы. На сцене в Лужниках Путина патриоты поют гимн, а он еле губами шевелит. В конце своей речи диктатор ожидал услышать от бюджетников на стадионе очередное троекратное «Ура». Но согнанная массовка его подвела. Ура! Чтобы выйти из неловкой ситуации, он начал скандировать уже слово «Россия». И только Владимир Машков был под впечатлением от послания Путина. Наш президент в прекрасной форме. Вот только люди в сети начали сравнивать Путина за день до и на концерте в Лужниках, находя немало отличий. Оставшаяся массовка бюджетников под песню Лепса «Живись! Я буду в тобой!» Спешно покинула промерзший стадион, оставив патриотизм там же. А вот так празднование года войны прошло в регионах. Слипшаяся каша 400 рублей и галочки по физкультуре. Все по обычному сценарию. Патриотические песни, флаги, поддержка Героев Отечества и зрители-бюджетники. В первое время чумы. Пока россияне не знают, за что будут отапливать свои дома и покупать продукты, путинская пропаганда тратит миллиарды. Весь мир подождет. Путину нужна поддержка. Хлеб и зрелища. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова